25 раз я стал чемпионом Казахстана. А так я баскетбол ни разу не играл. У меня был ребенок, Акимов в области. 36 лет я работаю в школе. Все, готовы? Опа! Лесяк Анатолий Максимович. 1954 года, 24 марта, родился на Украине. Учитель физической культуры 19-й школы. И работаю в барсах от РАУ, тренером. Хорошо, молодцы! Сам специалист по волейболу был. До 1998 года я вел секцию волейбол. У меня не было равных в городе. Сын захотел заниматься баскетболом. Я свой любимый волейбол устранил на второе, на третье место. И начал по книгам заниматься. Именно обучение, приемы, тактики. Сын стал главным тренером Казахстана по баскетболу. В этом году мои воспитанники, 4 человека, работают тренерами по баскетболу в нашей области. Замена! Здесь у нас играет ребята 207-208 года рождения, которые уже в высшей лиге и играют барсы от РАУ за команду. Стараемся, чтобы за национальные команды барсы от РАУ поменьше и играли легионеры. Когда свои ребята играют, зрители приходят, болеют, потому что это свои. Ждем на следующую тренировочку. Четверг. И... Барсы! Все, молодцы! Была очень большая моя проблема, когда был молодым, я не выучил казахский язык. У меня ребята 9-10 класс брал именно, чтобы они детям переводили на казахский язык. И через 3-4 месяца мы находили общий язык с маленькими детьми. Ну, меня называют по Агай, это раз, Анатолий Максимович, редко, и плюс тренер. Ну, где-то процентов 70 Агай. 25 раз я стал чемпионом Казахстана. В 19-й школе до этого я делал подбор детей. Со 2-го класса уже у меня дети были. Ну, процентов 90 я брал детей из 19-й школы. Я просто сам удивлялся, как с одной школой можно выиграть чемпионат Казахстана. Второй состав. Быстро отдали! Командная игра. Это коллектив. В коллективе воспитание идет. Лет 10 назад брал именно хулиганов в школе, чтобы именно воспитать его. Все месяц, два месяца я с ним все время ввожусь, а он все время хулиганил на тренировке туда-сюда. И потом нормальные спортсмены, воспитанные только проходили, мне говорили, спасибо, Агай, что ты меня воспитал, нормального человека. А наша задача-то воспитывать. Должен знать тренер, какая семья, как он живет, чтобы где-то помочь. Или он опаздывает. И есть какая-то причина, что там сестренку надо отвезти, там братика в детском садике. А так я баскетбол, извините, ни разу не играл. В школе у нас по программе и не было. Было волейбол, футбол, хоккей. Пришлось переквалифицироваться. Я когда приехал в 72-м году, и по сравнению то, что было в 72-й год и сейчас, это большие изменения. Это процентов на 500. Только грязь нас замучила. А так здесь люди гостеприимные. Вот у меня внук занимался, внук занимался, а никаких поблажек не было. Все должны быть по одной линейке, все должны выполнять. У меня был ребенок Акимов Смангистал Нюгай. Вот его ребенок был. Вот я сразу, дети, которые приходят ко мне, я говорю, дети, у меня дети все одинаковые. Папа или в прокуратуре, или Акимов работает. Мне это безразлично. У всех правила едины. Ребенок пришел домой и сказал папе. Мне приехал Акимов в области на тренировку привез. Он говорит, я вижу тренера. Первый раз так сказал, что мне дети одинаковые, что ребенок Акимов или там. Прокуратуры все едины. Пришел он мне и руку пожал. Молодец, я еще, говорит, не видел, а то у нас тренера бывает, сразу спрашивают, что папа у него такой и ходит перед ним, ай на лайн и тому подобное. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, садимся. Сейчас ведь по программе вводят именно урок третий. Свободный. Ты выбираешь или там спортивные игры, или шашки, или шахматы, или настольный теннис. Третий урок. А два урока по программе. Те, кто математику, геометрию соображает, то им легко и играть. Вот я выпускников встречаю и говорю, Анатолий Максимович, вы не изменились, как вы нас учили. Я говорю, видите, я с детьми работаю, всю душу, всю энергию отдаю им, учу так, как положено. И энергия детей выходит, что мне передается, и мы в свои годы, как говорится, чувствуем себя нормально. Бывают случаи, что говорят, встречаю, и те говорят, ну как сейчас дети? Говорю, дети. Дети все нормально. Какое отношение преподавателя к своему предмету, такое будет и отношение к детей. Без работы я не могу. Сейчас, как говорится, всем кричат, пенсионеры не должны работать. Хорошо, что я в школе. Работаю уже 36 лет. Администрация берет на работу. А так, пойдем в другую школу, скажи, что мне 70 лет, они скажут, как пришел, так ушел. А так, в школе работаю, и плюс в барсах отраву продолжают. Они, как говорится, меня с руками, с ногами. Пожалуйста, есть результат. Результат на возраст они не смотрят. Самое главное, я с детьми тут только, знаете, и живу с ними. Вот когда в отпуску бываю, быстрее на работу, быстрее в школу, быстрее без них, знаете, как наркотик. Это работа, иду как на праздник. Редактор субтитров А.Семкин